Ежегодный футбольный турнир Winter Cup на этот раз собрал представителей из четырех стран Украины, Нигерии, Код Вюара и Беларуси. На первом этапе шесть команд участниц были разбиты на две категории. В группе А соревновались Динамо Брест, Украинская Волынь и Сьева Спорт из Код Вюара. В группу Б вошли белорусские команды Динамо 1960, Славия Мозырь и нигерийская Нью Эра. Как отметил старший тренер команды Динамо Брест Дмитрий Мозелевский, главная цель на данном этапе – оценка и отбор футболистов. У нас первая степенная задача на данном этапе – просмотреть футболистов, которые приезжают к нам, кого-то подписать, с кем-то подписать контракт, с кем-то попрощаться, поэтому очень полезный турнир. Соперники тоже хорошие, чемпионаты Беларуси, две иностранных команды, поэтому будет очень показательно. Плюс, учитывая, что в Бресте есть хорошие условия для подготовки, футбольный манеж, то есть грех не провести турнир и не воспользоваться этим шансом. В сильнейшем составе приехала на международный турнир и команда из африканского Код Вюара. Несмотря на долгие перелеты и разницу часовых поясов, игроки были настроены решительно. В идеале, каждый из них хотел бы стать фаворитом турнира, однако «Динамо Брест» – серьезный соперник, и вырвать у него победу – задача не из простых. Я из Нигерии, и когда еще был там, мы предварительно смотрели матчи с участием «Динамо Брест» и изучали их игру. Мы решили принять участие в соревнованиях, и это действительно сильный соперник. Матч состоялся в пользу хозяев турнира со счетом 5-1. А по итогам соревновательных дней в финале боролись за первое место команды «Динамо Брест» и «Славия Мозырь». Счет игры 2-0, и победный кубок достался «Динамовцам». Как известно, с 12 января футбольный клуб «Динамо Брест» стал государственным. Был назначен новый директор, а также в структуру организации вошла спортивная школа «Сдюшор». Следующим этапом сейчас на согласовании в областполкоме находится решение Брестского областполкома по присоединению областного спортивного комплекса «Брестский». Я думаю, что тоже это дело уже одной-двух недель. После этого, следующим этапом, это уже база «Красный двор». Я думаю, что после всех вот этих вот действий государственный футбольный клуб уже возглавит такую структуру футбольную, наверное, всей области. Дети, база и вершина вот этого пирамида – это футбольный клуб «Динамо Брест». Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макареевич, телекомпания «Бук-ТВ».